Итак, очень важно понять, что нужно иметь достаточно внутренней смелости, чтобы позволить себе переваривать всё, что преподносит тебе близкий человек, а через него судьба. Это потребует времени и сил. Но если вы научитесь это делать, вы поймёте один принцип, что такое любовь и что такое доброта. Это, запомните, только через доброту, через трубочку доброты можно вплюнуть в сердце человека знание. Запомнили? Доброта снаружи, а знание внутри. То есть, если ты принял близкого человека, ты по-доброму к нему относишься, то он не заметит даже, как ты ему сказал истину, которую ему нужно в жизни как-то принять, поменять. Это происходит совершенно незаметно. Потому что разум человека только может менять жизнь. Вот, допустим, если я на вас как-то нажал, вот, допустим, вот как женщина там сказала своё мнение, но мне не понравилось. Может быть, это помешает теперь вам слушать мою лекцию, потому что, ну, никогда в грубом состоянии, в состоянии давления человек истину не примет. Понимаете, принятие истины всегда происходит только через любовь или через доброту. А если вы хотите поменять сердце близкого человека, вы хотите, чтобы он изменился, никакого давления здесь быть не может. Это просто невозможно ему помочь в этом случае. Понимаете, то есть, другими словами, единственный способ помочь ему – это принять человека, а потом по-доброму с ним общаться. Если он не хочет об этом слушать, даже вообще не говорить, а просто жизнь его поменяет. Можно намекать, можно ещё как-то. Вот, допустим, я привожу пример. В ней жена, она очень тщательно всё убирает, и обычно так сильно устает, что иногда она просто не хочет заходить на кухню. В результате на кухне появляется грязь. Ну и, допустим, я подхожу к жене и говорю, «Моя дорогая, а, я жду момента, допустим, да, жду момента». И жена, допустим, плохо спала, она просыпается ночью, утром, и говорит, что-то я плохо спала. «А вот скажи, какие причины бывают того, что человек не спит по ночам?» Я говорю, «Главная причина – это духи. Духи беспокоят человека». Она говорит, «А почему духи у нас дома? Мы же молимся». Я говорю, «Ещё бывает так, что духи в доме от грязи». Она говорит, «Ты что, на кухню намекаешь, что ли?» Я говорю, «Я, да нет, ты вообще задала вопрос, и я ответил, и ухожу». Я говорю, «У нас вообще кухня чистейшая». И ухожу. Дальше наступает другая проблема. В чём она заключается? Я не могу уложить жену спать, потому что она драет эту кухню до последнего. И ложиться спать поздно. Я уже думаю, «Господи, лучше бы она была грязной, эта кухня, а жена вовремя ложилась спать». Но проблема с кухней была решена навсегда. Понимаете? Просто, ну, часто любые вопросы можно решать совсем иначе, не так, как мы хотим, то есть нажимом на человека и доказательством ему своей правоты. Запомните формулу номер один. Никогда, ничего, с помощью нажима вы доказать близкому человеку не сможете, потому что близкие отношения – это противоположные отношения. Они не терпят никакого давления. Люди между людьми, когда есть энергия любви, там не может быть никакого насилия просто в принципе, потому что любовь и насилие несовместимы. Только с помощью спокойного, доброго отношений вы можете чего-то в жизни от близкого человека добиться, и при этом ваша любовь в отношениях будет только возрастать. Потому что это такая энергия, любовь, она не терпит никакого насилия просто, понимаете? Поэтому и женщина, которая делает для любви, она тоже не терпит никакого насилия. Она против давления в голосе, против насилия в принципе в жизни. Она очень любит помогать, всем заботиться и так далее. Энергия любви не терпит насилия. И женщина тоже ведь совершает насилие над мужчиной, когда она эмоционально ему что-то говорит, когда она пытается заставить его что-то делать, как она хочет. Потому что у ней же есть определенные обязанности перед мужем, в которые Бог ей верил. Вот, допустим, женщина, она живет счастьем мужа. Если она его любит. Если он делает что-то не так, она с ума просто сходит. Она не может с этим согласиться. И она его пилит, 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 пока он не изменится. Но это ему не помогает, потому что, чтобы он изменился, ему надо принять сначала его характер. Ей нужно молиться Богу, с подружками общаться. Нужно наполниться энергией счастья, для того, чтобы принять туда кусочек страданий. Понимаете, доброта означает много счастья, чуть-чуть страданий посередине, которые вас не перегружают. Вот это означает доброта. Если у вас нет счастья, нет возможности переварить близкого человека. А значит, вы ему помочь не можете, потому что принятие – это первая стадия помощи.